Доброго времени суток, уважаемые пользователи канала Magic Box. Да, да, с вами команда именно Magic Box. Опять же мы все вместе. Magic Device, Bertie Smile, Goha PSP. Эй! Эй, ОЕ, все здесь? Да, у нас студия, студия наша, да, снова предоставляет вам обзор на этот раз, тест-драйв игры на PlayStation 4, игровую консоль, да, свежак. И игра называется, если говорить по-русски, не ломать язык, называется Орден 1886. Все верно, долгожданный эксклюзив для PlayStation 4, который, наверное, многие ждали. Да, уже давно. Однозначно, да. И сразу же хочу пометить, что мы пытались показать эту игру на выставке Игра Мир, но у нас настолько там было много народу, настолько было светопреломление, мы пытались там отогнать всех и вся, и сказать, что ребята, дайте заснять, но насколько мы там смогли, показали, но это было, да. Да, да, ну и наконец-то вот именно оригинал, наконец-то этот эксклюзив вышел, и вы сейчас с нами будете лицезреть. Да, игра вышла буквально на днях, да. Единственное, что многих разочаровало, то, что поднялись цены, то есть игра, которая стоила 2700 по предзаказу, насколько я помню. Сейчас она стоит 3600 по предзаказу. Да, я купил ее за 3600, а так, и на прилавках она продается за 4000, так же, как и в PS Store, она стоит 3999. Это, честно, большой довольно удар по карману, потому что, если тут по 3000 игры уже думаешь, покупать или нет, по 4000 уже думаешь, не про дальний консель или нет, да? Ну, может быть, скипнем, давай, и перейдем непосредственно к геймплею, потому что все, кто хотят... А скипнуть, так к сожалению, нельзя. 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 Так, ну, насколько знаем, эту игру разрабатывала компания, которая была занята разработкой God of War для PSP, насколько я помню. А вот это я уже не помню, было очень давно, и неправда, к сожалению. Игра рассказывает нам про, как я понял, рыцарей круглого стола, насколько это, да? Которые в викторианскую эпоху истребляют нечисть при помощи всяких таких вот неведомых нам оружий, так можно сказать. Выполненных в стиле стимпанка, да, то есть и какие-то непонятных паровых пулеметов и прочих гауссов, рифов. Игра полностью на русском языке, ну, я не знаю, я, к сожалению, не слышал, есть ли в игре озвучка, но, по крайней мере, субтитры русского языка. То есть, слышим все. А профессионально-то не к чему дать меня. По идее должна быть на русском языке. Ну, пока начало, вроде как главного героя тут мучают, допрашивают. По крайней мере, дверь выше в литочке, по-русски. И именно главный герой. Да, полностью на русском языке, субтитры. Да, мы уже знаем, что в этой игре графика выделена прямо на новый уровень. Вроде как самый... Точнее, уже каждый уровень. Да, сравнение с чем. С предыдущими проектами. По сравнению с современными играми. То есть, очень кинематографичная графика, практически не отличающаяся графика в игре, не отличается от графики заставки. Да, тем более, по сравнению с 1886 годом. Да, да. Намного подразумевала. Такие игры на перфокартах. Ну, ладно, я шучу, конечно. Но, исходя из всяких тизеров, трейлеров наших съемок на выставке Игромир, по-любому, по крайней мере, я могу сказать и от себя, и мои коллеги согласятся, что игра будет достаточно захватывающей. Начиная от сюжета... Нам обещают захватывающий сюжет. Я не знаю, что нам несет геймплей. Вот мне вот по видео... Это панкельс. Ну, пострелять-то панкельс. Пострелять по-любому, тот, кто любит, получит удовольствие. Что, поехали? Дело в том, что сейчас игру стали ругать за крайне низкую продолжительность. Буквально за 6 часов ее можно пройти, причем очень много там заставок. То есть, может быть, игра даже принесла некоторое разочарование тем, кто ожидал эту игру. А с другой стороны, вот я немножко перебью своих коллег, по крайней мере, лицезрею новую версию Корнея Чуковского «Мой до дыр». Ах ты, мытый и чумазый, и мутый поросенок. То есть, ребята, если кто-то не умывается, вас ждет именно такой. Это мой до дыр 2015, можно сказать. А мы увижу такой вот, кинцок, теперь уже не мыльное, но кинцок. Как куда? За 4 тысячи. Я прям жду новый мент, да? Кинцок за 4 тысячи. Да, цены мы уже затронули. Цены затронули, да. Я просто на 5 секунд обходил, ко мне заходил курьер компании «Гермейстер», поэтому пришлось подписать бумаги и продолжать наш обзор. Пока идет мульт, давайте мы его не будем комментировать. Давайте скипнуть, это нельзя скипнуть, поскольку геймплейт идет в это время. Да, вы можете пока полицезреть, а я скажу пару таких фраз, что на самом деле давненько-то мы не встречались. Давненько-то мы не встречались, прошли достаточное количество праздников, нас разные разработчики не баловали новинками. А сейчас вот что-то наконец-то вышло, и вы наверняка скучали по нашим обзорам, и мы, как только новиночка, как только свежачок, мы сразу давай вас не мерить. По крайней мере, какие-то другие игры, которые выходят мультиплатформой, ну, по большому счету... Ну, это мультиплатформа. Да, мультиплатформа. А здесь эксклюзив. А тут эксклюзив, да, показать его, как игры выглядят. Да, и обратите, наконец-то, наконец-то, этот кинематографический ролик закончился, и мы сразу попали в игру. Вот как раз человек, который заставлял умываться нашего главного героя, и теперь он всю жизнь будет умываться, да. Другой валяется, его голова в пятне варенья клубничного. Играю, я как раз это знаю, да, так вот выполнено в мрачных таких тонах. То есть графика, по крайней мере, фильтру графически так сделано, так сказать. Он менялся, то есть, если сходить из первоначальных каких-то роликов, геймплейных, она была гораздо ярче. Ну да, да. Может быть, конечно, это такое начало само по себе. Да нет, наоборот, мне кажется, вот эта вот эпоха викторианская такая, она довольно мрачная, знаем, что там буйствовали болезни, и вообще было не очень приятно пахло на улицах городов, так скажем, да. Ну это как венец, соответственно. В соответственной игре такой стиль, наверное, больше подходит, чем радужные цвета там. Ну это как с Джессона, вроде бы. Ну да. Ну в принципе, скажем, графика пока, ну вот, по крайней мере, так отдаленно выглядит очень приятно. Ну, в любом случае, сейчас в современных играх графику выводят, стараются вывести на какой-то высокий уровень. Вот это меня как-то здорово помыли. Играть в игру ради графики, ну, честно, я к таким людям не отношусь. Я играю ради интереса, то есть если игра интересная, то я не обращаю внимания на графику. Конечно, приятно, когда красивая картинка, да. Но ставить ее на первый план... Это, конечно, зря на голову находящаясь. Так, нашли оружие, пойдем сейчас карать. С одним патроном, кажется, только чтобы с себя выстрелить, да? Чтобы застрелиться, да, и не мучиться. Так, куда нас ведет дорога? А дорога нас придет посмотреть в окошечко. Ну пока игра состоит из только из одних крутых е. То есть он собьет пистолетом замок? Да. Прямо как в жизни. Вот этого мы не ожидали. Еще и револьвером пришел. Из него, наверное, потом нельзя будет стрелять. Сломается. Ну не то, что сломается, просто... Не важно, не будем в технической гитаре вдаваться. Проразится механизм. Может, да, будет. Становится все темнее и темнее, а? Чем дальше мы ползем, тем темнее становится. Прямо как Doom 3-й. Возвращаемся к старому доброму. Вот уже видно, что у нас есть. Я, честно, пока вот наблюдаю только фильм какой-то, в котором мы принимаем участие. Не то, что Heavy Rain, а даже Beyond the Souls, где особо-то управлять на него не надо. Только на кнопочки нажимать. Так, чтобы начать с другой укрытия. Нафиг, мы побежали. Увидели нас или нет? Походу, нас не увидели. Ну, чувствую, это будет, это такая, знаете, как, приключение, может быть, которое захватывает вас на весь вечер. Я помню, у меня такое же было... Как с Санчарта, например. Не санчарта, у меня было такое с Heavy Rain. Я сел в 5 вечера и закончил 2 ночи. Вот, кого-то убивают. Или даже позже, но не важно. То есть я вот за все это время, я сидел и не мог оторваться от игры. Вот у меня в свое время так было с Санчарта компрессии. Я сел, и пока не прошел, я от него не отсел. Больше так не остается. Надеюсь, 4-й будет. Ну, ваше да. Кажется, для этого мне тоже подскажет. Для перемещения стоит тебе... Ну, да, это если ты страдаешь альцгеймером. Ну, по крайней мере, можем сказать, что компания, разработчик постарался от графической составляющей. Конечно, пока что мы видим только коридоры и очень красиво выделенные тени, да, и реальный свет. Да, и атмосфера, которая очень интересная, только все в форме, оставаясь у нас на службе. Вообще, государство... Я удивлен тем, что игры, скажем, такого вот векторианской эпохи, да, периода Первой мировой войны, они... Ну, период где-то с середины 19-го до, скажем, до 30-х годов 20-го века как-то не пользуются популярностью. Мне очень понравилась игра Валент Херн. Или Валент Херн. Валент Херн. Вот как раз на тему Первой мировой. Казалось бы, уже давно изъезжены темы и Второй мировой, и Вьетнамской, и какой только не важно какой, да, современностей. А вот те вот времена почему-то как-то как-то не сыскали популярности. Я надеюсь, что данная игра положит такое вот, скажем, начало. Может быть, другие начнут последовать примером. Может быть, нас в дальнейшем ждут больше игр на эту... Ну, я не знаю, что... Про эти эпохи. Интересно, выливому в нём вырвать пистолет или нет. Ну, всё равно предсказуемо. Всё равно предсказуемо, что сейчас будет. Но, опять же, хочу на данный момент, наблюдая всю эту картинку... Это кто нажал на полз? О, решающий момент, надо было ударить ему именно дароколом по голове. Моя любимая фраза, да. Но, действительно, хочу сейчас, наблюдая всю эту картинку, заметить, что реальная кемографическая графика, именно сюжет уже, наверное, действительно, наконец-то, пора идти, ну, по крайней мере, может быть, не всем, да, сюжетам игр, а именно вот, ну, хотя бы, ОПНИТ. Вот, пока мы уже сходились, его товарищи смотрели на это. Купил однажды я чипсы. Так очень их захотелось, и так же они... Такой, к чему идти, ты не продолжи мысль. Вот, да. Идти именно в стиль вот таких игр, да, пусть экшен от третьего лица, от первого лица, но именно, как ты смотришь целый фильм, идёт сюжет... Ну, я немного не могу согласиться с этим, но вообще сейчас современные как раз-таки игры, к примеру, недавний Call of Duty, новый Battlefield, они очень, очень выделяют своей графикой, которая... Просто боимся этого слова, потому что мы не всегда можем выговорить. Вот, особенно в преддверии 23 февраля. Пока они убивают друг друга, позвольте быстренько, опять же, Magic Device, вашему покорному слуге, который иногда любит много поговорить, но по делу немножко сказать, мальчики на данный момент, пацаны, братаны, мужики, хотим поздравить вас с наступающим 23 февраля, с днём защитника отечества, всё равно, даже если кто-то не служил, всё равно мужики, кому-то предстоит, кому-то нет, но если не дай бог, мы всех порвём. С праздником! Продолжаем! Ура! Ура! Наливай! Так, ну, к сожалению, пока мы видим, кроме Кенсас, КТЕ, пока что мы ничего не видели. Пока мы просто сидим и расслабляемся, это один из неврогих тест-драйвов, которые мы просто сидим и комментируем. Ну, опять же, вот, в преддверии Мойда Дыра. Ну, сколько я понял, как раз-таки вот этот орден. Начал. То есть главный герой. Пока непонятно, кто он. Почему его связали, за что? И почему он похож из чувака из Ластуфа? Да не похож. Это борода. Борода. Ну, не все же бородатые похожи на... И я на вас сразу так посмотрел. Да, да, да. Так, ну вот, это уже спустя какое-то время, он уже в ордене. Отвечайте. Теперь такой же убийца, как его собратья, всякой нечисти. Ну, вообще, вот... Ну, прорисованно красиво, конечно. Ну, честно, я бы хотел, чтобы эта игра была, ну, хотя бы часов на 15, и плей, например... Ну, а кто знает, что-то здорово. Но... Нет, я к тому, что... Прошли за 6-7 часов, это же... Прошли за 6 часов. А, уже, да? Даже есть, мне кажется, если ты все исходишь и сбродишь, ну, 8 часов, ну, это мало. Ну, блин, это не God of War. Извините. Мы должны найти здание компании. О какой компании идет речь? Ну, опять же, да, вот в таких подсказках радует, что локализация есть, да. Причем, вроде как, озвученная она очень даже неплохая. Ну, да. Да, вон, лошадки. Что-то мне Ассасида как-то напоминает вот это, знаете... Ну, кстати, да. Крыши вот эти, серость, да. Как раз-таки новой части Assassin's Creed, да, Unity, и последующей, которая будет как раз-таки примерно, наверное, в это же время, в екатеринскую эпоху, да? В Британии. В Британии, да. Да, я совсем за фальшором. Ну, там пока я не помню. Блядь, что мы вчера пили? Блядь, от чего же так не околосит? Чье это вообще? Кто мне повесил это за плечо? Что с ним делать? Ё-моё, под тронтаж, откуда, блин? Где порох, где кремень? Интересно, он ее так просто убрал, а на что он ее повесил-то? На специальная заглебка магнитная. Зато на него смотри, на этом правом плече такой английский щит. Это очень приятная вещь, даже можно дальше не играть. Все фанаты английского футбола, футбольных клубов уже получили удовольствие, можно сказать, практически. Поэтому включайте, ребята, а остальные тени. Тени, тени, тени хорошие. Ну, давайте, конечно. Тени, свет, это сейчас везде красиво выглядят. Нет, понятно, что мы все соскучились, по нам тоже соскучились. Да, игра похожа на, как мы помним, раньше смотрели такие мультфильмы, которые выполнены полностью в компьютерной графике. Ну, к примеру... Урна такая же, как в Рататуйе. Прикольно. Кстати, действительно, отражение от воды. К примеру, как мы помните Final Fantasy, духи внутри, или как это называлось. Да, да, 12. Ну, в принципе, насколько я понял, ребята, пока я отходил за пивом, рассказали вам более-менее сюжет, про который они поняли. Давайте дальше просто лицезреть, что предстоит хотя бы в начальных кадрах этой игры вообще вам, уважаемые пользователи, в этой игре сделать. Да? Понятно, все говорим, все рассказываем, смотрим красивые видео, получаем удовольствие, что-то новое, наконец-то PlayStation 4, вау-ва! Да, наконец-то, на X-Gen, да, игрофон завезли. Но я сто процентов уверен, что пока мы сейчас занимаемся словоблудием, другой процент... Смотри, а почему в зерклу не было? Ну, наверное... Бампиры, да. Да, наверное, это точно не то, потому что все идет отражение... Это в преддверии был... Игра делалась, когда Дракул 2014 выходила, там все беззамут. Давайте не будем рассказывать секреты, они все в титрах прочитают, когда игра будет пройдена. Вот. О чем рассказываю? Остальные, определенный процент наших пользователей сидят сейчас и говорят, когда же они закончат все это рассказывать. Я хочу пострелять. Да, я тоже хочу пострелять. Да, я же вижу, как у вас руки чешутся и уже практически выцерпаны бошенными ногтями кнопки на джойстике. А мы же стреляли, помнишь, на игромере? Да. Хоть и было плохо видно, но нормальная демка такая. Кстати, мне нравится, когда вот такое внимание к деталям, можно походить, посмотреть, как все это... То есть, не какой-то реактивный шутер, где ты пробегаешь по коридору либо по улице, не обращая внимания, что вообще вокруг тебя происходит. Я, честно сказать, Володь забил и вообще... 20 июля 1986 года. Я забил на чтение. Я в свое время был, вот открою вам всем секрет, я был вообще фанат квестов в свое время. Очень давно на компьютере, там с Египтом, я не помню, как играть, уже не помню. Я же молодой, мне 18 лет, уже не помню. Но я постоянно, там же, не пройдешь игру, пока какие-то там коды вычитаешь, какие-то там задать. Я вот с этим чтением уже, наверное, отморозился. Потому что, если я вижу теперь в каких-то шутерах, будь это от первого лица или от третьего, какие-то записочки или блокнотики, я их уже просто не читаю. Кстати, тут опять же по-разному. Если ты играешь и тебе игра не очень нравится, то, соответственно, ты перестаешь обращать внимание, думаешь, а, просто пройду, пробегу, посмотрю, как она... и посмотрю заставку и брошу ее. А вот иногда проникаешь с атмосферы, проникаешься... А вот вы все мужчины такие, вот я, блин, пройду и брошу, да. И вот иногда... Действительно интересно изучить мир игры, да? Обратить внимание на какие-то элементы, на какие-то мелочи. Часто разработчики, когда прорабатывают... День даже доходит до следующего здания. Ух ты, это... Это нонсенс! Смотрите, смотрите, это да. Давайте уже вперед иди. Да, и заметьте, пока мы это все рассказывали, погодные условия улучшились. И вот мне нравится, когда разработчики очень трепетно относятся к деталям, добавляют какие-то такие скрытые, может быть, элементы для самых наблюдателей. К примеру, какие-то QTE, ой, QTE, как это называется? QR-коды, по которым можно найти какие-нибудь бонусы, либо комментарии, либо даже целый сайт, посвященный чему-то? Да нет, либо еще какие-то описания. На самом деле, уважаемые коллеги, я хочу сказать, что да, это все в нашем стиле общения, делание тест-драйв, но, если честно сказать, и наверняка вы со мной сейчас согласитесь, посмотрите на графику, она реально сделана в новом стиле, она реально кинематографична. То есть, вот эта какая-то серость и дырка, она придает действительно какую-то нерезду. Всеми любимые черные полосы. Новый симулятор черных полос со времен The Evil Within. Это широкая экранность. Нет, не широкая экранность. Просто в свое время, когда вышел The Evil Within, как раз-таки черные полосы, там очень многие плакали, что им, ой, что ж такое-то, а? Какие черные полосы? О чем вы говорите? И поэтому игру так сейчас назвали симулятором черных полос. Соответственно, вот еще один симулятор черных полос. Но, тем не менее, пока мы рассказываем про симулятор черных полос, к нашему уважаемому главному герою подошла милая леди, у которой тоже приклад, такой умный, извините за выражение, обалденный за головой. Так как главный герой приклад-то, а? Да, да, да. И поэтому... Списывать со счетов ее еще не надо, да? Да, списывать со счетов не надо, и поэтому... Ну, и сейчас они что-то там мутят, соответственно, она наверняка будет помощница к моему, вот, и посмотрим, что сейчас будет. но, опять же, обратите внимание, чем круче игры становятся, чем вот больше они похожи на фильм, который идет, тем нам сложнее снимать тест-драйв, потому что фактически ролики, 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 а что их рассказывать? Их надо смотреть. Я сижу за джейстиком. У меня на последнее такое вспоминается, это Metal Gear Solid. Четвертая часть, которая на 70% состояла из роликов. Третья часть такого не было, там был чистый геймплей. Там и много, ой, ладно. Там были длинные ролики, но геймплей там был по максимуму. Мне даже третья часть больше понравилась, чем четвертая. Я надеюсь, что пятая часть как раз-таки будет больше, как третья, не как четвертая. Ну, вообще, пятая часть бросится индивидуально. игроков там и кряхтящих, которые там разваливаются. Ну, и наконец-то мы можем посмотреть, что у нас герои умеют еще и бегать. Опять он отражение, может, закромой красоты. Отражение, ну, слава богу, в зеркалах не отражается. Я так понял, что эта игра больше такая коридорная, да? Ну, вот пока его милые леди пытаются добазарить с полицейскими, чтобы остальные его не заметили. Я, кстати, вы знаете, какую хотел бы увидеть игру? У нас уже была игра Песочница от Rockstar про дикий запад Red Dead Redemption. Так вот, а теперь представьте примерно то же самое, что GTA, только вот как раз-таки про Орден. Нет, не про Орден, но как раз-таки начало 20-го 20-го века, к примеру, да? На чем, это в стиле Ордена было бы прикольно. Какой-то, например, на конях. Ну, а это же было Red Dead Redemption, только в больших городах они же были, правильно? Вот интересно, почему боятся местные жители, а ведь она может не сказали, увидите, а тут есть, а на эти охраны стоять, значит, там кто-то появился какой-то страшный, красивый, такое поведение, ткани, да-да-да-да, камера очень классно двигается. Ну, вот эта серость, вот эта серость, у меня что-то какой-то, вот этот Лондон старинный Незбудково, ну вот здесь прошло, есть какой-то монет, но, наконец-то, ребят, наконец-то, уважаемые пользователи, мы дошли до экшена, слава богу, аплодируем, это посвящено именно вот этому сюжету. Ну, пока экшен я вижу только до 23-го футлята, 23-го футлята. Пистолет, кстати, немецкий, справа, снизу. Ага, так вот целиться пока еще нельзя, теперь можно. А это как раз он был специально по сюжету сделан, как сказать, что ты можешь сказать про стрельбу, как целиться, как стрелять. Присо так же, как и в обыкновенной. Берешь пистолет в правую руку. Просто плавность прицела, к примеру. Хороший прицел, удобный. Хороший, то есть, да. Легко прицелить голову, перезарядка, как обычно на квадратик у нас, как во многих играх. То есть, есть помощь в прицеливании такая-то? Нет, помощь в прицеливании нет, но очень плавно прицел идет. Может быть, есть такая помощь прицеливания, что ты его просто не ощущаешь? Незаметная помощь прицеливания. Заметьте, опять... Какой-то начал замес, я так понял, какие-то заключенные подняли. Вот, вот, хотел сказать, замесы либо психи, либо заключенные, либо панки. Вот. А ты можешь сейчас оружие менять, или что-то? Это уже посерьезнее. Какой-то... Гвоздодер? Гвоздодер, да. Гвоздомет, я думаю. Кстати, вот такая вот... Ружья чем-то напоминают оружие из... С пылалта? Нет. Скорее, из резистанса. Что-то такое есть. Эти карты у нас здесь нет, поэтому мы не можем видеть наши параков на карте. С деревянными прикладами. С гвоздями, как-то патронов. Скорее всего, патроны. Ну, я хочу сказать, уваженные коллеги, что в связи с тем, что на PS4-то особо нас эксклюзивчиками-то вообще не радовали, особливо, а уж новинками тем более, я думаю, что обладатели этой консоли-то будут рады по-любому этой игре. Думаю, да. Все молчат, так и думают, блин. Ну, кстати, я, я начально обратил внимание на красиво дергающуюся ткань. На женской груди? Я смотрю, она как-то, наоборот, не очень технистичная. Так, вот мы можем менять оружие подбегая. А как ты думаешь, если взять эту одежду с Ассасин Крис и надеть на него? Ну да, тут, кстати, у оружия есть еще... Нескорежимов стрельбы, у нас, как жирбовит, так и пулемет. А сколько их там, а? Главное, где они столько оружия-то набрали? Нет, заметьте, как Гошан фигачит всем в голову практически. Это человек, который, блин, отсутствовал так долго на нашем канале. Вот. Все он начал раздавать. Он просто приходит и стреляет всем в голову. Легкость прицеливания. Скорее всего, как я уже сказал, здесь присутствует какая-то система помощи прицеливания. не целься персонажа. Здесь надо самому один прицел. Ну, может быть, это и лучше. Да, это предварительно во-чего хардкоровый. Может быть, все... А есть там выбор какой-то, нет? Где-то прописали. Выбор прицеливания? Я думаю, это, конечно, поискать настрой, как может быть, такой и присутствует. Но обычно по умолчанию это вообще автоматически. Все же. Нет? Не во всех игроках. Заверни что-то, вроде. Мы смочили всех и ся. Сказал голос из скиллзоны 3. Разметав пачку бедных, несчастных беглецов, которые всего лишь хотели убежать и где-то набрали гору оружия, забрызгав колонны кровью. Если пострелять в скену, оставляешь? О, ну нормально. Это девушка. Какая хер разница? Подбеги и выстрели в упор из дробовика. Это воздушная накачка, которая, скорее всего, просто оглушает на пару секунд врагов. Ну ясно. Так, ну игра работает 1080p при 30 fps, насколько я знаю. Да, это так. Ну да, 30 кадров в секунду. 30 кадров в секунду это такое, более, как раз таки. Ближе к кино, чем чистый геймплей. Баба. Ага, вот как раз для этого и нужно. Воздушный, воздушный выстрел и как-то оглушение, как это лучше назвать-то. Ну да. Кто ты был, кстати? Застрели его. Может, нет? Боже мой, боже мой. Это, наверное, хороший куда-то товарищ. А ты можешь с него выстрелить? Смотрю. Нет, нельзя. А черт. Игрога на. Его-то года мы не можем его убить. О, и нашу помощницу ранили. Да, мы, наверное, сейчас увидим как раз такие вот вокруг чего все месяца крутится вот эта вот странная жидкость, которую они пьют, которую восстанавливают им. Жизнь, они стареют, регенерируют. Станутся сильнее. Здоровее. То есть, в принципе, здесь уже был принцип от этой жидкости, как я понял. Я так думал, пока. Ну, естественно, игра-то называется Орден. 1886. Мои конечки заговорили про жидкость, и я понял намек. Да, кстати. Бегу-бегу. Где маму граната? Какому-то. Где маму граната? Где маму граната? Да, больше такая пороховая завеса. Ну, кстати, я, наверное, игру сразу буду проходить на сложном, потому что, судя по всему, я не могу сказать, что она выделяется какой-то повышенной сложностью. Как сказать, сложность более-менее нормальная. А, бутылки разбиваются. А кончик тоже. Все хорошо. Вон ваза, вазу. Ты забыл вазу. Ваза, ваза, где? Вот. Ваза разбивается. Шикарно. Да, причем цветы разлетаются на какие-то кусочки. Ну, ладно. А фонари? Фонари, сейчас фонарей проверим. Нет, фонари можно разбивать. А не у нас. И специального стекла. Ну, кстати, вот видели, пуля попала в растение и они колыхнулись. То есть, есть такая вот интерактивность. А если... Так, смотрю, просто не шевелится. Запустил в них дымочек. Ну, ладно, ваше здоровье. Да, товарищи. Да, с 23-й, ребят, давайте, наконец-то, новиночки, наконец-то, как говорится, мы с вами, а вы с нами и он с ними. Вот. Да. Ну, скоро будем в преддверии этого эксклюзива подводить итоги, потому что все-таки это тест-драйв, а не прохождение, поэтому дальше разберетесь уже сами. Мои коллеги сейчас сделают, как бы, заключение, да? Потому что есть еще кое-какие эксклюзивчики для вас, да. Поэтому ждите. Ну, не совсем эксклюзивчики. Кстати, в игре также мы боремся не только против людей, но также против оборотней. То есть тут имеется параллельная история, что оборотни, я как понял, существуют среди людей. Причем люди об этом знают, может быть, и не знают, неважно. И вот мы как раз-таки будем воевать с этими оборотнями. Кто смотрел трейлеры, те поймут, да. тот вспомнит как раз-таки вот эти заставки, где мы встречаемся, наверное, с первым оборотнем, который нас мутузит. Скорее всего, я надеюсь, они будут здесь не как в виде боссов, три на всю игру, а все-таки будут набегать такими пачками, которые... постоянно оборотнями. Самый главный сопровождают отлично. Кстати, какие-то странные губы у нашей героини. Причем они по другим углам по-другому смотрели. Решили выпустить игру, хреново прорисовали. Не знаю. Один говорит, давай сделаем потончик. Не, давай, я сделаю все. Мощные. Слава Богу, что они не спорили про грудь. Решили сделать нейтрально. Ну, грудь у него... Грудь, что такое грудь? Да, кстати, в игре, я как понял, будет множество всяких таких красивых пушек, которые стреляют. Не только... Володя прочитал мои мысли, да. Обратите внимание, что они не только красивые именно с резьбой, сереброзом... Вот, кстати, по поводу движений самих героев. Они примерно как в жизни. То есть не как сейчас делают какие-то реактивные движения в стиле какого-нибудь Джеки Чана, а как двигаются вполне реальные люди, да, то есть анимация, то есть он прячется за колонну, так же вполне как в реальной жизни это происходит. Ну, и дальше мы посмотрим, что нас ждет интересного. В этой игре элементы Assassin's Creed мы все это видели, все это. Главный герой спрыгнул куда-то. Что мы видим? Вольта метрополитана. мы сейчас к сожалению наши зрители не видели. Мы спустились в лондонский метрополитен, насколько я знаю, это в Лондон лишь происходит, да, и вот столкнулись с леканом, да. Наконец-то какой-то сюжет серьезный, да. просто ванхерстинг по первым же кадрам, которые были еще до анонса игры. Вот. Нотка ванхерстинга, я там так ждал вот эту игру, вот эта вот смесь там такая гуча-гучая. Тут, наверное, сейчас вот этот момент как раз таки будет. стреляй, стреляй. Наши друзья тоже встретили сопротивление, насколько они шо он делает? Подожди, он разрешает его. Да они как-то друг друга генерируют, что они по-моему, ох, как там вообще. Ну вообще, оборотня они генерируют, прям как вампируют, да? Смотрите, хирургические там вскрытия пошли. Он бегает? Да, да. Обратите внимание, что разработчики сделали очень грамотно. Вроде ты идешь, все наслаждаешься красотами, пока изучаешь оружие, вроде какие-то. Нам дали как раз таки новую пушку. Потом какие-то зэки, не зэки, туда сюда, чтобы так расслабился, а здесь тебе бац, и понеслось. Вот это, экшн-то. Да. ой, не делай, не делай, не туда ты ползешь. Оба-на, вот они, уже пошли в город. Вот они-то пошли уже в город. если зажигал, то уже пошло. Вот, уважаемые пользователи, именно это мы хотели показать в заключении нашего тест-дайва. Именно... Ну, либо не купить, либо хотя бы посмотреть прохождение на ютубе. Да, которое Володя обещал вам сделать, да? В будущем. Свободное время, Как я просто обещал. Да. Ни хрена на том, сказать, да? Ну, исходя из сложившейся ситуации, я даже пока немножко приостанавливаю, чтобы мы сделали заключительный, как говорится, аккорд. я бы нахаркер вызывал эту игру, как God of War во времена в девятнадцатом веке. God of War? Нет, там, наверное, все-таки... Ох, вот это, ой, там, вот это, вот это, вот это, все-таки, God of War, я думаю, уже примитивнее. Я, извиняюсь, я не то сказал, Gears of War. Вот, вот, да, да, здесь мы тебя уже поняли, да. Слушай, ну классно. Да, хорошо. Уже, уже как-то грамотно, вовремя разработчики сделали так, в нужный момент, чтобы пользователи не заскучали. Да, добавили экшем. И сказали, что-то здесь как-то все одно и то же. Ну так, первая стычка у нас произошла с людьми, вторая стычка у нас произошла с лекантропами, третья стычка у нас произойдет не знаю с кем. А четвертый просто Калсом вернулся. Ну давайте, хочу взять все свое в руки и задать итоговые вопросы. Гош, ты у нас был сегодня рулевой обоза, то есть у тебя в руках будет джойстик, что скажешь про игру? Первое, что я хочу отметить, это физика. Физика довольно дружелюбна к игроку, то есть она даже стрельба очень приятная, очень игрокная. Какая физика? Может быть, геймплей? Нет, именно физика стрельбы. То есть как ведут себя люди, которые попадают в руки, в ноги и начинают стрелять, когда они не так хотели стрелять. Вот то, что как раз у нас было видно перед бильярдной, где мы стреляли наших врагов, они сразу попадают в группу, они сразу начинают стрелять в грузках, потому что от боли, видимо, теряют разум, раз соток. Графика, действительно, графика на очень хорошем, высоком уровне, скажем. уже, наверное, давнего инфеймоса, да, графика действительно радует глаз. Да, да. Сюжет, ну, сюжет, я так думаю, могу представить, узнать всем, кто будет играть в эту игру, поэтому, по этому поводу я ничего не буду рассказывать. И, сама по себе, стилистика, витарьянская эпоха, но у меня она очень близка, вот мне это очень мало. И про рисовочки все-таки идет такая, действительно. Сезение, вода, как говорится, да, синим и синемом, от тебя мы без ума. Володь, everybody. Ну, мне, по крайней мере, очень понравилась сама атмосфера игры. То есть, ради атмосферы и красивой картинки я буду в этой игру, соответственно, проходить. Я не могу ничего сказать про приклады за плавку к вам и героя. Про сюжет, я не могу сказать, что он прям меня там дико заинтриговал, но само вот это вот, сама вот эта концепция какой-то мистики, фантастики и викторианской эпохи, она прям вызывает такой действительно необычный интерес. Что-то не нужно. Ну, а я скажу так, что наш тест-драйв, я надеюсь, что у вас, уважаемые пользователи, вызовет очень хороший интерес, здоровый. мы сделали все, что могли именно для тест-драйва. Мне очень действительно понравилось оружие, которое якобы для этой эпохи неординарное, но с другой стороны и красивое, и многофункциональное. И я очень рад, что у нас есть такая команда, как Magic Box. Я очень рад, что наконец-то в этом новом году наш первый тест-драйв действительно идет для PlayStation 4, действительно эксклюзив. И рядом со мной мои друзья, и рядом наши подписчики, и вы будете получать удовольствие от наших обзоров. А мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы вы получали это удовольствие. Всего хорошего, с праздником! С праздником, друзья! Всем пока! Magic Box!